Самая вкусная испанская паэлья. Лучше, чем в любом ресторане. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Из всех блюд, которые вы просили меня приготовить, паэлья была самой востребованной. Я все время отнекивался, и вот, наконец, сегодня я готов познакомить тех из вас, кто еще не знаком, с Владимиром. Привет! Друзья, которым посчастливилось попробовать его паэлью, называют его... Маэстро де ла Рот. Вот теперь мы и узнаем, чем же он таким умудрился заслужить столь высокое звание. Расскажи мне, а самое главное зрителям, где он учился паэлью готовить. Ну, учился я везде. У поваров, в том числе даже на курсах. Давай, чтобы время не тратить, мы начнем готовить. Давай, поручай. Ты знаешь, у нас есть нью-йоросы, у тебя надо их почистить. Сколько? Давай парочку. Вот, и вначале их в масле обжарим, а потом будем жарить на этом же масле. Вот у нас здесь курица, свиные ребрышки, фасоль, бобы, оливковое масло, рис и даже артишоки. Нью-йоросы – это сладкие перцы, сладкие болгарские перцы, подкопченные слегка. У них очень классный запах. Как думаешь, можно копченой паприкой заменить? Не найдут наверняка в России. Думаю, что без проблем. В принципе, можно и без них. Я очень успешно готовил паэлью первые где-то 4 года без нью-йоросов. Мне этот секрет подсказал повар, как раз, на курсах. Он на курсах был? По приготовлению паэльи. По эволенции очень хорошие курсы. Я очень люблю кушать и готовить. Вот, очень люблю эти курсы, очень, конечно, замечательные. Потом... Слушай, а страшно будет, если семечки, и некоторое количество останется? Ну, лучше убрать, потому что будет горчить. Сейчас мы будем нагревать масло, и мы нью-йоросы немножко, слегка буквально, как бы поджарим на масле. Очень важно не пережарим. Можно порезать? Да. Куски большие? Такие не очень. Может, даже маленькие. Я вот это все уберу, чтобы здесь не мешалось. Так, ну и начнем тогда сейчас их обжаривать. Я пока зажгу плиту. Ну, вообще, паэльи – это не какой-то определенный набор продуктов. Ух там вариантов сотни, и набор продуктов в паэльи совсем не важный. Абсолютно верно. Даже тысячи вариантов. Вот, мы думали вначале приготовить чисто вленицианскую паэлью, но решили, что кролик нам не очень нравится. Поэтому взяли ребрышки и также взяли артишоки. И на самом деле это не какие-то наши придумки. Такие паэльи есть. Но мы сделаем сегодня для вас именно вот этот вариант. Потому что нам просто он больше нравится, нам надо это мясо. Вообще, Володя, сторонник поджаривать вот этот вот Нью-Йорс, этот перец на рафинированном оливковом масле. Мне бы, конечно, больше по вкусу было бы нерафинированное. На мой взгляд, оно более ароматное. Но в прошлый раз, как я смотрел, Володя поджаривает достаточно сильно. И нерафинированное масло холодного отжима большинство своих ароматов потеряет. Поэтому, я думаю, можно просто в конце добавить свежего нерафинированного оливкового масла для вкус, для аромата. Это будет классно. Так, ну что, давай просто Нью-Йорс сюда мы их забрасываем. И самое важное, это их не пережарить. То есть, они должны буквально чуть-чуть даже подогреться и отдать маслу, начинать отдать свой аромат. И чтобы вот этот аромат раскрылся. Ну, когда мы нагреваем продукт, да, то есть, он раскрывает свой аромат. И вот важно, да, то есть, чтобы... Я обычно делаю это даже в более глубокой сковородке, чтобы масло полностью окутывало эти нерфи. То есть, здесь вот у тебя индукционная плита, и, к сожалению, невозможно так вот наклонить. Но в идеале вот надо было бы... Ну, здесь толстый дно, в принципе, нагреется, когда будет нормально. Можно так, да, то есть. Если вы купите паприку копченую, то, скорее всего, вы ее купите молотую уже. И вот с молотой паприкой нужно очень аккуратно нагревать. Потому что чем мельче кусочки, тем легче они сгорят. Поэтому, может быть, дольше времени надо потратить на вот эту вот ароматизацию масла. Вот этой самой паприкой молотой. Но главное не сжечь. Сожжете, горечь будет. Да, оно как только вот начнет буквально вокруг него начинают пузырьки появляться, вот буквально чуть-чуть вот с этим, да, тут надо только просто все его... Где мне взять вот чем? Помешать? Помешать. А, вот так. Ага, вот, тщательно. Я его немножко окунул в масло. А это потом надо измельчать будет, правильно? Да, потом мы это в блендере. Давай я сразу достану блендер. На самом деле, несмотря на паэлье огромное количество разных видов, есть креты, которые далеко не все делают. Приготовить вкусную просто паэлью не сложно. Сложно приготовить ее. Офигительно вкусную. Вот это вот. Это да. И вот это вот мы попытаемся не сделать. Попытаемся, сделаем. Ну и сделаем это. Ну что ж, попытаемся. Стоило бы вообще пробовать и показывать что-то. Вот он заказал, все. То есть, если я чуть-чуть его еще дальше буду держать, то оно уже у меня начнет гореть. А нам это совсем не нужно. Такой запах идет приятный сейчас. От этого самого перца просто изумительный. Вот на мой взгляд, все-таки использование вот этого подкопченого перца, вот этой паприки, очень важно. Оно очень много дает вкусу паэльи. То, что я готовил до того, как познакомился с Володей, я не знал про использование этого перца с обжариванием. Я его выдерживал в воде, давал размякнуть, потом снимал с вот этой внешней шкурки мякоть, и эту мякость использовал. Но она уже мокрая, она слегка поджаривается, но вот этого классного аромата нет. Так, что дальше с этим делаем? Дальше мы начинаем здесь реакцию Майяра. Обжариваем. Обжариваем курицу. Курицу. Да, причем важно не сразу же не все выкладывать, не все мясо, если у нас есть. Мы выложим... Дым пошел, мне кажется, что высоко температура нет. Давай, давай, снижаем. Я просто с твоей плитой не умею обращаться. При обжаривании курочки, на мой взгляд, важно начинать обжарку со стороны шкурки. Тогда она... Ну, дай уже нагреться. Тогда шкурка начинает прижариваться, и получается из-за этой самой прижарки на шкурке появляются вот эти самые румяные бачка, все самые слины реакции Майяра, ради которых вот эта обжарка затевается. Причем обжаривать нужно абсолютно не до конца. Нам нужно только слегка-слегка получить вот эти прижаренные бока, чтобы внутри все осталось сырое. Да, это верно. Потому что нам все еще болит. Мы здесь не готовим. Мы получаем вот этот вот продукт реакции, для самого мяса. Аромат внешний. Да. А оно потом еще вариться будет. Да, уже фейли. Ты поручай, что мне дальше? Мы чеснок уже, наверное, режем? Да, давай чеснок. Сколько чеснока? Всюную головку можно чуть меньше даже. Тут, на самом деле, опять же, дело вкуса. Да, то есть... Но я люблю чеснок, и ты любишь чеснок. Да, я люблю чеснок. Поэтому давай мы сделаем весь чеснок. А, ты ничего не сказал про размер сковородки. Про обжарку. Почему вы в этой сковородке делали? И вообще, что такое паэлью? То есть, мы сейчас делаем заготовку для паэльи. А паэлью мы будем готовить уже, правильнее, готовить вот в такой сковородке. При этом очень важный момент, на самом деле, вот сковородка. Потому что вот эта сковородка огромная. Несмотря на то, что за номерной поместится все, что у нас здесь сейчас есть, да, то есть, без проблем. Но там реально на 5-6 человек кольца. Представляете? То есть, мы не все продукты будем готовить там сразу. Мы можем их все заготовить, а уже на той сковородке мы будем готовить тонким слоем. Вот один из секретов, это соус, который мы будем готовить. Второй из секретов, это то, что паэлья должна быть очень тонкая. Ну и есть еще несколько ключевых моментов, которые... Но мы вам про них не скажем. Да, ну, да. Не скажем. Ладно, скажем. Обязательно скажем, да. Нам не жалко, чтобы... Ну, не совсем жалко, так скажем. Да, тоже вкусно питались. Понимаете, в чем фишка, да? Смотришь, такая огромная сковородка. Думаешь, ебать, сколько же они жрут, эти испанцы. На самом деле, я когда первый раз увидел, количество риса мы паэлью в этой сковородке, там слой, рис с вот этими овощами, слой, ну, сантиметра, наверное, не нет. Ну, тонюсенький такой. Так, вот у нас как стреля. Дней у нас будет проходить второй, вторая часть готовки. Третья уже будет на сковородке. Так. Да, в интернете, на всяких там поваров я видел, в ресторанах и так далее, я видел, что они готовят паэлью всю, сразу в этой большой сковородке. Теоретически, это, конечно, как я понял, можно сделать, но значительно удобнее разбить все на части, потому что в этой большой сковородке сразу обжаривать равномерно, вот так вот, с прижавистыми краями, чтобы при этом ничего не сгорело, сложно. А если всю эту предварительную обжарку провести в отдельной посуде, потом, знаете, провариться, собственно, это на бульону, соусу, и потом на большой сковородке уже все сводить вместе с рисом, получается гораздо удобнее. И быстрее главное, потому что представьте себе, что у вас гости, вам нужно возиться и все это делать. Гораздо удобнее взять заготовку, сразу же выложить ее на большую сковороду, и буквально за 15 минут у вас готова паэлья. То есть так это делают рестораны на самом деле, потому что вам надо подавать паэлью быстро. Заготовка это то, что мы сейчас как раз готовим? Да. Так, сейчас мы возьмем ребрышки. Так, надо бы как-то это немножко охладить. Или что, я не знаю. Постоянные зрители канала, ну и непостоянные, наверняка заглядывали вот в этот ролик. Я там показывал приготовление аросабанда. Это совершенно потрясающая штука. Это близкий родственник паэльи. И если подходить классически, то это не паэлья. Так вот, основное отличие аросабанда от паэльи, это то, что аросабанда готовится на крепко насыщенном бульоне, а паэлья классически готовится на воде. Потому что в паэльи очень большое количество продуктов, ну там мяса, или рыбы, или птицы, или кролика. И поэтому получается, что при том количестве вот этих самых белковых составляющих, бульон как бы не нужен. И так получится насыщенно. Но... Но лучше бульон. Да, если вы готовите для себя, все-таки лучше взять, конечно, бульон. Получится еще более насыщенно, еще более классно. Так, все, у нас теперь пошли бобы. Очень важно бобы готовить как раз вот на вот этой реакции Майара, которую у нас здесь... На следах реакции Майара. На следах, да. На продуктах реакции Майара. Ну ты не можешь, точно. Именно. Что не можешь? Знаешь, потом задолбают, честно говоря, эти самые поправляющие. А я переживаю, когда меня поправляют. Да, а вы думали. Что касается бобов, я тоже, просто делаю посоль, неважно. Вот, поправила меня Володя, вот такие крупные бобы в Испании называются, как называется? Гарафон. Гарафон. Для паэли, для бренцианской, паэли очень важен. Да, вот, кстати, еще важный момент. Можно добавлять сюда потемножку масла, потому что масло впитывается продуктами, его можно, ну, либо добухнуть сразу же много, но я люблю постепенно добавлять. Касательно масла. Постоянно вы спрашиваете, можно ли заменить на растительное, ну, имею в виду, видимо, подсолнечное. Не надо. Масло здесь не просто для жирноты, для обжарки. Оно создает мощную вкусовую ноту. И, ну, если уж вы взялись готовить, ведь паэли, на самом деле, даже здесь, в Испании, где и везде, это все-таки блюдо для гостей, ну, как для встречи с семьей, семьи большой. То есть праздничное блюдо. Ну, на праздничное блюдо надо растараться, и если уж собрались готовить, то все-таки хорошее, вкусное, ароматное оливковое масло. Не жмотить. Да, масло вообще на самом деле испанцы добавляют даже больше, чем я. Я как бы стараюсь немножко... Правильное питание. Да, правильное питание взять. Но испанцы добавляют масло, это ключевой составляющий, как и бульон, это ключевое составляющее любой паэлии. Вот, поэтому не жмотить здесь. Берите действительно вкусное, ароматное масло. Понятно, что прочитали на бутылочке оливковое масло. Вы его понюхайте, попробуйте. Если это просто жирная некая жидкость, тогда это не то. Выбирать надо, чтобы был вкус и аромат, и цвет. Да, но обязательно брать самое дорогое, потому что самое дорогое это обычно холодного отжима, оно для салатов хорошо, да, то есть оно хорошо вот для твоих этих офигенных... Как называется эскалевада? Эскалевада. Эскалевада. Для эскалевады оливковое масло просто должно быть лучше. Как и уксус, бальзамический, да. А вот здесь нам не нужно такое масло, прям совсем ароматное, дорогущее. Нам нужно масло, просто которое будет очень приятным на вкус, но не нужно его вот этой вот, вот этой специальной, да, то есть холодного отжима. Так, нам надо отсюда это вынимать. А можем еще другое дать? Ну, вон там лопаки есть всякие. Масло, такой аромат классный дает. Именно потому что оно само по себе хорошее, ароматное масло. просто ради жирноты положить, ну, не будет такого. Не жмойтесь, это важно. А у нас зима, не успел разморозиться. Ну, она уже, конечно, подошла к концу, уже начинаются весенние такие деньки. Так, это надо измельчить. Да, это нужно измельчить с чесноком, с вкусной томатной пастой и с перехилем. Перехилем у тебя есть? Перехиля нет? Нет. Ну, ладно, перехиль это желательно, перехиль туда... Перехиль и петрушка. Да, желательно петрушка туда еще свежей. Но если перехиля нет, то ничего страшного, да, то есть, делаем... Склероз. Про петрушку вообще обсуждали вчера? Обсуждали, а позабыли. Я бы взял, у меня много петрушки дало. Так, томатные, это сам. Протертые томаты или вкусная томатная паста, лучше даже консервированные протертые томаты, если не найдете... Томатную пасту не надо, потому что томатную пасту, которую вы можете купить в магазине, скорее всего, никакого отношения к томатам не имеют. Сейчас такое продают, сливовое пюре какое-нибудь, а мы с китая, еще чего-то, подвину томатной пастой. Если вы можете эту томатную пасту есть, вот просто ложкой, тогда это хорошая томатная паста. Не кривясь, кривясь. Да, не кривясь. Так, а так лучше. Можно взять свежие томаты, можно снимать с них шкурку, можно не снимать шкурку. На самом деле, зависит от того, насколько мелко будет оно. Вот я тут всю, есть нагарчик, я тоже собираю. Тщательно закрыл руками производителя, очень вкусно. Это просто, да, вот это как раз то, что можно есть. Туда сахар навалили и налили очень много оливкового ароматного масла производителей. И она прям классная. А сколько? Всю или полбанцы? Сколько надо на этом? Я думаю, что больше. Да, у нас же две поели. Да, вот так вот, хорошо. Так, я не посмотрю, кто-то производитель. Производитель нам показывает, и вам не гладит. Давайте. Так. Вот и все. У нас тут готово. Дальше. Это же заправить надо еще, да? Да, вот нет, это не надо будет обжаривать. Это теперь нужно будет сюда добавить. Просто ложите и все, да? Да, и все, и у нас будет уже готово. Так, ну тогда я сейчас измельчу все это делать старательно. Это тоже у тебя, да? Индукционная? Да. Все, и измельчаю. Оно не измельчит сердце уже. Слишком малый оборот. Нужно было вот это, погружным, знаешь? Так вот, погружный. Так нет. Скорость боевострения не будет. Будет, будет. Когда маленькое лезвие. Так оно здесь маленькое лезвие. Не знаю. Не знаю, потому что он же размал, значит, в труху совсем вот. Ну, не знаю, нормально. Все, будем считать, что оно измельчилось. Да. Ну, собственно говоря, мы подошли к нашему перерыву в подготовке. Сейчас все это дело оставим добиться. Тогда надо воду добавлять или нет? Можно добавить чуть-чуть бульона, если совсем не дала бульона, но мясо. Но это не критично, да? Главное его равномерно перемешать вот с этим соусом, который мы вот сделали, да? Значит, мясо соусом, может, даже больше. Немного дольем бульона, и оставим тамиться под крышкой. Да можно без крышки. На самом деле, вот это происходит буквально, ну, 10 минут. Не надо этого больше делать, потому что оно же еще будет потом в бульоне вариться у нас в паэле уже еще 15 минут. Все, значит, сейчас мы... Главное не переготовить. Хорошо. Мы тогда сейчас даже без бульона просто перемешаем на 10 минут. Приберемся, расставим здесь горелки и прочее, и вернемся к вам там. До встречи. Так, оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Ай! Мы подготовились, все расставили, сейчас начнем процесс обжарки. Правда, моя вина. У меня склероз, мы забыли положить алькачофосы. Алькачофос в переводе с испанского означает артишок. Это замороженные кусочки из сердцевины артишоков. Совершенно не обязательный ингредиент, но придает интересную нотку в качестве овощной добавки. Мы решили все же ее положить. И заодно показать вам, как жарится на большой сковородке. Здесь за кадром Володя мне рассказывал, что обжаривали все не в сковородке, а в кастрюльке. По сути, только потому, что мы готовили мясную заготовку, мясную паэлью. Потому что мясо готовится дольше, чем морепродукты. И если бы мы готовили из морепродуктов паэлью, то Володя все бы обжаривал здесь. Да, обязательно. Может быть. Да? Да, да. Ну, чего. Давай, я подержу, а ты, наверное, запали эту самую. Сейчас, сейчас. Сейчас здесь свалится. Тяжело там. Вот эти горелки и сковородки здесь продают на каждом углу. Я смотрел в интернет-магазинах, которые торгуют в Украине, в России. Сковородки такие, в продаже есть. Горелок вот что-то не встречал такого размера. Ну, может быть, поищем кого-нибудь, какой-то магазин, который, которым мы можем порекомендовать его. Ну, пока не знаем. Да, пока не знаем. Еще момент. Готовить на газовой горелке, конечно, удобнее и быстрее, но очень круто и очень красиво, если мы говорим про встречу гостей, готовить это дело на гостре. Тогда ставится обычная такая подставка для такой сковородки. Мелкие щепки, ветки, сильно сухие, для того, чтобы можно было оперативно сделать большое пламя, слабое пламя, и на них тоже можно готовить. Ну, я не рекомендую, по крайней мере, до тех пор, пока они приготовят хотя бы два запаэля. Да, на газу. Потому что даже люди, профессионалы, которые готовят, маэстро де ляроф, они очень любят газ, потому что газом вот я могу повернуть, тут и все быстро и просто. В случае с костром, ну, просто нереально. То есть, тут же отдельный человек, который будет только руководить огнем. То есть, это сложно. У нас вот горит только центр сковородки, если бы я вот готовил горелки, здесь два круга горелки. Здесь два круга горелки. Очень важно, почему вот это, то есть, она равномерна, потому что сковородка очень тонкая. И важно равномерно ее нагревать, да, по всей поверхности, чтобы кипение происходило по всей поверхности сковородки. Сейчас будем просто обжаривать, но это делать будем только на центре. Потом, после того, как я основную порцию обжарил, если бы у меня было еще что-то, я бы продолжил готовить его, я просто бы вот это отложил в сторону, на край сюда, здесь температура не такая большая, и готовил бы, например, тут реветки, мидии, но это мы еще сделаем, кстати, еще одну паэлью, где мы соберемся и сделаем уже морскую. Если вы все-таки начнете есть морепродукты, потому что, судя по количеству просмотров на канале, вы не интересуетесь блюдами из морепродуктов, из рыбы, из кальмаров, из мидий, так что, снимать паэлью из морепродуктов, учитывая, что все равно вы их готовить не будете, подавляющее, подавляющее большинство из вас. Мы решили уж... Если кто-то очень сильно попросит, мы, конечно же, сделаем, но только по вашим запросам. Но сегодня самая близкая русскому духу паэлья из свиных ревушек, с большим количеством мяса, из курочки. Кстати, я не сказал, меня, правда, спрашивали, я уже в других роликах показывал, мы с Володей, кстати, тоже как-то готовили с такой желтенькой курочкой. Вот эта желтая курица, это не какая-то там японка или китайка, нет, это курица, которую откармливали кукурузой. Она имеет более насыщенный вкус, аромат. И, в принципе, вот если готовить, допустим, куриный суп, то на целую курицу обычную, синюю птицу, да, бледную, белую, положить буквально пару кусочков такой курицы, и бульон получается гораздо более сильный по запаху, по аромату. И для паэльи, для очень насыщенного блюда, важно, конечно, использовать как можно более насыщенную курицу. Я бы вам посоветовал даже поискать, знаете, суповую курицу, которая очень долго готовится, долго разваривается, а когда жесткая, что не грызешь, но зато дает совершенно классный бульонный аромат. Вот, ну и теперь у нас следующий этап. Смотрите, какая красота! На две паэльи можно даже три на самом деле, но мы сделаем две. Вот. Очень классно пахнет. Ну что, выкладывай. Да, выкладываем сюда это. На самом деле, нам важно вот мясо распределить по всей посуде равномерно. Да? А я хочу выбрать специально кусочки, чтобы оставить равномерно на следующую паэлью и на эту. В идеале, я бы, конечно, может быть, сделал в двух кастрюльках и распределял прямо, ну, в кастрюльках. Все, чтобы было ровно. Потому что одна паэля может получиться больше овощей, другая больше мяса. Таким образом. Еще немножко этого бульончика, На центр поближе подойди. Что теперь важно? Значит, мы это откладываем, смотрите, а бульон мы собираем на центре. И вот этот бульон, это золото. Здесь нам нужен рис сейчас, да, чтобы этот рис начал впитывать этот бульон еще перед тем, как мы добавим сюда бульон. Сейчас этот соус получился с большим количеством масла. Подавляющее большинство ароматических веществ, которые мы используем в готовке, они жирорастворимы. Поэтому масло сейчас пропитано с этими вкусами и ароматами. Если здесь много воды, рис, если мы положим, он будет эту воду в первую очередь впитывать, а не масло. А нам нужно, чтобы он именно вот этим ароматным маслом напитался. Масло, там еще томат, он приведет в красивый цвет, вот этот желтый. Иногда поэли кладут красители в ресторанах, не просто как бы вот. Но я обычно люблю класть много вот именно ингредиентов типа мяса, томата, и тогда получается гораздо вкуснее. Рестораны экономят, рис он дешевле всего, но мы как бы делаем на совести. Вот у меня маленькая рюмочка. Вот на самом деле примерно полторы таких рюмочки на человека. Вот на такую скорую. То есть у нас здесь примерно на 5-6 человек, ну сделаем на 6. Я буду класть 10 рюмочек. 10 рюмочек, да. Полторы рюмки на человека. Эта рюмка 45 миллилитров объем имеет. Я его высыпаю прямо вот сюда вот. Касательно риса. Рис для паэльи традиционно в Испании используют сорта бомба. Это круглый рис, который сюда был завезен по-моему лет 400 назад и здесь культивируется. Можно использовать, конечно, там краснодарский рис еще какой-то. Исходя из опыта Володи, он справляется с любым рисом. Ну, профессионал. Я паэлью готовил один или два раза всего. Я готовлю ароса-банда. Я ссылку давал в начале ролика. Последний раз я попробовал приготовить это самое ароса-банда не из риса-бомбы, а из другого круглого риса, который тоже родом из этих же самых мест в Валенсии. Я был жутко расстроен. Было не ароса-банда, а какое-то безобразие. Почему ты так говоришь, что я прям справляюсь со всем? Я думаю, что на самом деле ты просто перфекционист. Я менее придирчив к результатам. Может быть, я перфекционист, но я хочу сказать, что очень важно правильно подобрать количество воды к своему рису, потому что разные сорта риса обладают разной способностью к влагопоглощению. Даже на примере вот этого риса, который мы сейчас используем, рис сорта-бомба, мы сейчас находимся в регионе Валенсия, а от нас южнее 150-200 километров регион Мурсия. В регионе Мурсия эту же бомбу культивируют в райончике, который называется город. колоспара. Его так и называют бомба колоспара. Так вот, несмотря на то, что сорт вроде бы один и тот же, рис сорта-бомба колоспара обладает способностью к влагопоглощению стандартной на один объем риса 2,5 стакана воды. Рис сорта-бомба из региона Валенсии обладает способностью к влагопоглощению как 1,5-4, то есть отличие больше, чем в 30%. Это нужно учитывать, если вы будете готовить? Нужно подбирать количество влаги к своему рису. По завершению вы увидите, какая консистенция блюда получилась. Посмотрите, вот будете знать, к чему надо стремиться при приготовлении. Да, ну вот у нас готово все. Я вот включил опять огонь. Видно, что много соуса рис уже впитал. Принял такое вот это. То есть, теперь мы начнем добавлять сюда бульон. Нам важно распределить рис достаточно равномерно. Чем больше воды, тем это легче будет сделать. Я пока включил микроволновку, чтобы подогреть бульон, чтобы просто был горячий. Бульон у нас куриный, очень насыщенный, очень плотный. Володя говорил, от насыщенности, от аромата бульона очень сильно зависит вкус готового блюда. Да. Хотя, конечно, в ресторане, скорее всего, вам приготовят паэлью, заливая просто водой. Вот мясную паэлью, а паэлья, которые... Морепродукты? Морепродукты, они обязательно приготовят с бульоном. Ну, я люблю с бульоном готовить и ту, и другую. Просто вкусно. Можно смешивать также бульон с водой, да? То есть, ну, тут зависит от того, насколько много у вас мяса, насколько насыщенный рис, насколько... То есть, ну, на самом деле, готовьте на свой вкус. То есть, мы вам просто говорим основные, вот без чего нельзя обойтись. А нельзя обойтись без вот этого соуса, который мы сделали. Ну что, бульон? Да. Я начну заливать немножко бульона. Так, подожди-ка. Ну, чуть-чуть не повредит, но лучше мы отмерим. Потому что я не уверен, сколько у нас здесь. Такая же рюмка нужна? Давай, наверное, возьмем первый стаканчик. Мы знаем, что рюмка у нас 45 миллилитров. Ну и возьмем два с половиной объема... Или сколько? Три, да, объема риса? Давай, ну, два с половиной начнем. Давай начнем двух с половиной, да. Значит, было у нас 10 рюмок, это значит, у нас было 450 миллилитров, да? Да. 450 миллилитров у льона было. Это значит, нам нужно вложить 900 и еще 200. Еще 1200. Еще 200, наверное. Так, значит, ты уже добавил туда, наверное, сколько? Ну, 200, наверное, ты добавил или нет? Ну, нет. Давай, льем. Ладно. Так, 200 миллилитров. Да. Еще 200 миллилитров. Так, еще 200, это у нас 600. 800. Так. Вот. Сейчас я добавил литр бульона и сколько-то перед этим ты еще плеснул, да? Сколько сейчас надо добавить? Ну, я пока, давай пока остановимся, Сейчас я немножко разровняю. И нам сейчас надо будет включить уже весь огонь, то есть, до этого у нас была включена только центральная горелка. Разравниваю равномерно овощи, рис. Может быть, какие-то мега-супер-профессионалы, они будут все просто лить, сыпать и не париться ни о чем. Я вот люблю аккуратненько, красиво, чтобы у нас лежало мяско. Здесь на большинство праздников, а праздников много в Испании, можно увидеть в различных городках и округе, как готовят паэльи на огромных паэльерах, которые в диаметре 2-3 метра имеют. И туда рис мешают совковыми лопатами, закладывают курятину и прочее. Вот из таких лотков выбрасываешь все это дело в огромных. Дело в том, что качество продукта зависит от любви которую ты в него вкладываешь. От внимания к деталям. От внимания к деталям. Да, абсолютно верно. Вот внимание к деталям. Можно приготовить вкусную паэлью, которая будет вполне съедобна. Но мы же хотим нечто особенное. Чтобы она была идеальной. Да, чтобы она была идеальной. Поэтому вот эти все детали они важны. Я думаю выливаем туда весь бульон, потому что... Так, я поджигаю. Еще снизу. Всего получается, что сейчас в этой сковородке приблизительно 1 литр и 250, может быть, 300 миллилитров бульона. И видите, здесь прямо то, что сковородка нам позволяет в общем заложить туда абсолютно все это мясо, высыпать абсолютно еще в два раза больше этого риса. Но мы этого не делаем. И это очень важно. Если бы вы делали какую-то кашу рисовую, то у вас бы получилось просто суп даже, я бы сказал, с таким количеством бульона. Но здесь у нас идет испарение. Испарение всего на большой площади. Большая площадь. Чем больше площади, тем сильнее испарение. И очень важно нам сейчас отрегулировать, чтобы у нас испарение шло равномерно и кипение шло равномерно. Вот я сейчас буду смотреть, чтобы везде вот эти пузырьки у нас просто был включен внешний, внутренний вот этот круг. Сейчас у нас уже включился внешний и постепенно сейчас он начнет закипать. Я его буду сдвигать там немножко. Но через какое-то время я уже не смогу больше трогать риск. Потому что если я его буду тревожить, то результат конечный он будет такой немножко некрасивый. А сейчас я его еще могу какое-то время убедиться, что весь он покрыт бульоном. Вы наверняка, посмотрев в интернете, сможете увидеть различные виды паэлей. Я их называю паэлейми для туристов. Когда в одной вот этой вот паэльере, в сковородке называется, паэльера, есть и мясо, и морепродукты. Я всегда, когда такое видел, плевался, ругался и вел себя как... не скажу кто. Потому что время приготовления у морепродуктов и у мяса сильно отличается. И тонкий вкус морепродуктов, на мой взгляд, очень сильно проигрывает, когда он объединяется с достаточно грубым, таким резким, сильным вкусом мяса. За большой радость вам докладываю, что примерно год назад в Валенсии на очередном совещании или заседании законодателей там паэльи утвердили решение о том, что валенсийская паэлья, регион Валенсии, это и есть родина паэльи, утвердили, что настоящая паэлья не может считаться паэльей, если в одной сковородке объединяются морепродукты и мясные продукты. Хотите морепродуктов, забудьте про мясо в паэлье. И я считаю это правильно. Все, нам осталось буквально считанные минуты ждать, пока у нас будет все готово. А завершается все приготовление паэльи тогда, когда всю ее накрываю бумагой или фольгой и она парится под этой фольгой. Доходит до конца и я уже достану ту самую фольгу. тут очень важно еще, конечно же, регулировать мощность горения. Почему я говорил, что с дровами очень сложно? Потому что я делал паэлью на дровах. Вот здесь я регулирую буквально вот я газ, я пытался его сделать совсем маленьким, но вот регулятор не очень хороший. Мне пришлось скрутить его в обратную сторону и практически подвести его к выключению, чтобы огонь был чрезвычайно маленьким. Кроме как практика, она, наверное, вам ничего не поможет, никакие слова, даже смотреть на это. Паэлью нельзя готовить, чтобы вся вода выкипела, чтобы весь бульон абсолютно выкипел. Нужно оставить обязательно, чтобы немного было влаги. Ее уже должно быть совсем немного, но она должна присутствовать, прежде чем мы закроем его вот фольгой, чтобы рис уже довпитывал эту влагу, когда он уже будет не на огне. Потому что очень легко можно так спалить просто паэлью, поэтому вот именно не нужно большого огня. Большой огонь нужен только в начале, вот если мы обжариваем что-то, да и только в центре в основном. В конце, уже когда происходит кипение, большой огонь не нужен. Безусловно, но это целое, скажем так, это целое искусство, правильно приготовить рис. для паэльи. И, конечно же, ну тут даже я уже готовил паэлью уже по добрую сотню раз, я точно ее приготовил, да, то есть, может быть, гораздо больше. То есть, я не могу сказать, что я профессионал, у меня каждый раз рис получится идеально. Ну, главное, не отчаивайтесь, да. Я могу точно сказать, что если вы будете следовать нашему рецепту, он у вас получится вкусный, чтобы он получился идеальный, ну, вам нужно практиковаться, тут никуда не денешься. Вот у нас уже приближается важный момент, вот можно посмотреть сейчас, у нас, как бы, рис уже цепил немножко на поверхность, уже есть такие пузырьки, и вот в этот момент важно уже следить за паэльи. Если до этого я мог там отойти, пообщаться, выпить бокальчик вина с друзьями, там, пивка, то сейчас я уже должен стоять здесь и внимательно смотреть за блюдом, потому что, ну, тут просто легко можно все испортить, пересушить, да, то есть, и будет совершенно, совершенно не то. На мой взгляд, вот если вы будете пробовать паэлью, да, то есть готовить, и вот у вас вот в таком состоянии, вы уже можете начать ресинку, вот, по ресинке пробовать, в каком она состоянии. Важно, вот у нас уже почти что аль денте, вот еще чуть-чуть, буквально, вот минута-две, и мы сможем это выключить и закрыть этим. Пожалуйста, попробуем. Я тоже хочу попробовать. Да, кстати, важный момент по поводу соли. Насыщенный вкус такой. Да, мы соль не добавляем, потому что у нас бульон мы уже посолили, но если бы, у меня несколько раз кстати было, я забыл, я забывал, у меня бульон был несоленый, и я забывал добавить соль, вот в последний момент, когда мы заливаем бульон рис, то есть как можно раньше надо добавить соль. И я ее добавлял либо уже вот в самом конце, ну это конечно не то, либо уже на тарелке, ну и конечно это пользует абсолютно блюдо, поэтому вот соль, она у вас должна, если вы ее не добавили в бульон сразу же, лучше добавьте. Накрывать, ну пора? Да, все, нам надо выключать ее, мы ее выключаем, вот, и накрываем. Ну, какой, лопух я сооружил. Да. Так, красота. Ну, многие люди еще очень любят, когда вот на дне сковородки появляется такая корочка из риса с маслом. Для того, чтобы она появилась, конечно же, надо дать побольше масла, и в конце, вот перед тем, как закрывать, можно включить немножко огонь, ненадолго. Ненадолго, да. Тут, опять же, надо рассчитывать на ваш опыт, который должен быть. Я вам рекомендую для начала сделать без корочек, а потом уже... А может, у вас сразу с корочкой получится? может быть, сразу с корочкой получится. Главное, чтобы эта корочка не была чёрная. Чтобы не хрустела. Да, не хрустела на зубах. Вот. У меня, скорее всего, получится без корочки, но мы посмотрим. Я это вырежу, это скорее всего. Мороз, Майсер Дороз, говорит, у меня, скорее всего, у нас всё нормально получится. Да, у нас под руганом получится, конечно. Всё, ждём буквально 5-10 минут и садимся за стол. Оставайтесь с нами. Ну что, попробуем. да, всё у нас удалось. Ес. А теперь мои впечатления. Сейчас, секундочку, я постараюсь не закатывать глаза, но не уверен, что получится. Классно. Рис в состоянии аль дендо. он пропитан ароматами вот этого масла, вкусами мяса. Томата. Томата, да, это хорошо. И кусочек в ручке, с вашего позволения. А я кусочек. Это очень хорошо. Пробуйте, готовьте. Ничего супер-бупер сложного нет. Главное, внимание к деталям. И всё у вас получится. Ну что, на сегодня это всё. Надеюсь, сегодняшний выпуск вам понравился. Хоть у нас с этим-то и получился. Да. Язык-то без костей, болтай без остановки. Да, снимали без сценария, можно сказать. Вот. Я надеюсь, что мы сказали всё, что мы хотели сказать. А если что-то не сказали, то, возможно, в следующих выпусках добавим. Да, конечно. Паэльи, помните, тысячи видов. Мы можем делать тысячу выпусков, если вам это понравилось. И самое главное, что я хотел бы сказать. Не надо относиться к паэльи как к блюду на ужин или на обед. Паэльи это повод встретиться с друзьями. Да. Но в этом формате. Так. Да, да. Вы красивые, ну, сейчас все уже видели, да, то есть, какая красота получается, как это смотрится классно. Но на самом деле одновременно паэлья и несложное блюдо в приготовлении. То есть, чтобы такую большую паэлью приготовить на сковородке, конечно же, нужно вот много сил, да, и времени. Но вы можете приготовить, в принципе, паэлью для одного человека и на маленькой вот сковородочке, да, то есть, у себя на плите. И просто, ну, тогда не надо пригодить друзей, да, то есть, но... И будете сидеть и рыдать в одиночестве. Не готовьте на одного человека. Хотя бы на четверых. Спасибо за компанию. Всем пока.